1647 год, ну во-первых, кризис в английской революции, как обычно, победили короля, а потом революционеры между собой начали ругаться. Тут нужно сказать о фигуре Джона Лилберна, который был лидером левых, и вот он, соответственно, на картинке. Ну, он из мелких дворян, был буританином, причем радикальным в 1630-х годах. Неоднократно его судили и били. Он распространял в Англии нелегальную литературу пуританскую, которую они печатали в Голландии. То, что пуритане в целом были на голландских позициях, на позициях кальвинизма, ну и из этого следовал и их демократизм. То есть это тогда комплекс нашло. То есть в Голландии, например, республика и кальвинисты. И, соответственно, кальвинисты английские, также сторонники, в общем-то, республики, как выяснилось, причем радикальные. Как я уже говорил, за взгляды сами по себе кальвинистов не преследовали то, что у англикан довольно такая мягкая идеология была, допускающая разные позиции внутри англиканской церкви. Их преследовали за оскорблением властей, и поскольку Литберн в тюрьме сидел, он явно именно оскорблял властей, то есть их за политические эти все аспекты гоняли. Его освободили, когда началась революция в 1640 году, и лично Кромвель, кстати, добивался, чтобы Литберна тоже освободили, потому что он считался из радикалов уже тогда. После освобождения он продолжил политическую пропаганду, когда началась война, он стал капитаном армии парламентской, принимал участие в крупнейших сражениях, но в 1645 году они решили там армию всю... Они официально прогласили пресвитрианство, и всю армию решили заставить, чтобы они были пресвитриане, а Литберн ушел. Значит, основные группы остались какие? Это пресвитриане и индепиденты. Пресвитриане, они за выборных священников, просто чтобы дальше все время не пояснять, в чем там суть-то в этих всех войн религиозных. Пресвитриане за то, чтобы священников выбирали, а в англиканской церкви епископов назначал король. В этом суть. То есть, получается, у пресвитриан вся церковь полностью освобождается от власти короля. И пресвитриане уже были в Шотландии. То есть, фактически, они шотландскую церковь просто хотели в Англию еще ввести. И политически за пресвитриан как раз был средний класс, средние группировки политические, которые были за реформы, но умеренные. А индепиденты, они просто вообще считают, что никаких священников не надо. И вообще никакой церковной иерархии, чего, кстати, я тоже придерживаюсь. Вот необходимые какие-то, значит, там, меры можно просто совместно предпринимать. Допустим, арендовали помещение или там просто выделили помещение, собрались там, что-то обсудили, помолились, спели и все. Никакого руководителя при этом не надо. Из индепендентов потом вышли квакеры. Вот квакеры, как раз Литберг, кстати, он потом будет квакером. Это примерно вот то, что хотели на самом деле индепенденты. Вот можно у квакеров посмотреть. Это в плане религии, а в плане политики они были за демократизацию радикальную. Ну, в общем, уже в 46-м году его снова посадили уже парламент Литберна за продолжающиеся резкие высказывания по всему этому поводу. Но сторонников у него в том времени было очень много, и они начали доминировать в армии. Потому что армия воевала, ничего не получила, они хотели радикальных реформ и в церкви, и в жизни. Тем временем, король после поражений, которые я ранее описывал, бежал в Шотландию. Его там шотландцы взяли в плен и за деньги начали продавать англичанам. Дело в том, что республика, вот единственная была Голландия, но она была совершенно, значит, территорией отморозков. Их просто считали, половина Европы их считала вообще пиратами. А полагалось, в общем-то, что была монархия, чтобы король мог хотя бы вести переговоры на равных с другими королями. Допустим, во Францию поехать там или с испанским королем там. Потому что с республикой не понимали вообще, как и разговаривать. Собственно, поэтому поляки держали короля, даже выбранного, хотя там на самом деле Сейм распоряжался. Просто что королям можно предъявить при всяких внешних отношениях. А и как бы вот король-то должен быть настоящий. Поэтому он дорого стоил. И парламент, который уже, значит, со своими левыми начал разбираться, ему нужно на что-то опереться. Парламент решил короля вернуть. То есть большинство парламента, вот это, значит, право-либеральное, оно метнулось теперь уже к монархии. Потому что по стране уже радикалы, значит, начали пропаганду свою. Ну, вот, значит, они выкупили короля, привезли его фактически под арест в район Лондона, там под Лондоном. И начали с ним переговоры при Светриане. Тем временем в Англии доминируют индивиденты, и они Англию вообще хотят распустить. Они, значит, армия избрала своих представителей, которых назвали агитаторами, в 1647 год. Парламент Англии сказал, что война кончилась, или давайте распускайтесь, или идите Ирландию завоевывать. Ирландию на тот момент захватили католики, которые, значит, воевали. Как бы вот Ирландию, во-первых, считали все равно частью Великобритании парламент. То есть парламент империализм продолжил, конечно, британский. Это они не собирались отменять. Во-первых, они считали, что это Британия. Во-вторых, там католики, которых они вообще не считали христианами, считали врагами там вообще Англии. О чем заявляли во всех прокламациях. То есть они были за свободу совести, но только для протестантов. Католики сюда не входили. И о пресвятерянии вообще были против свободы совести. Они просто хотели везде ввести пресвятерянство. Ну, в таких условиях армия, в которой представители разных радикальных сект расплодились, избрали своих представителей, отказались распускаться, отказались идти на войну с Ирландией, и начали нон-стоп митинг. Это все продолжалось весну всю 1647 года. То есть армия не расходится, парламенту не подчиняется. 4 июня какой-то корнет Джойс захватил короля. Просто приехал туда, где король сидел, его спросили, а где ордер на арест? Он пистолет выхватил и сказал, вот ордер на арест. И все, и взял короля и притащил его в армию. 14 июня армия выпустила заявление армии, где сказала, что армия защищает наши собственные и справедливые права и свободы людей. Как я уже говорил, Кромвель армию набрал из крестьян, бодраков и так далее. У них там многих не было даже избирательных прав по тогдашним законам, поэтому до парламента им было вообще тохер. Они считали, что вот армия есть самая демократическая сила в настоящий момент. Вот она и борется за права человека. Значит, в заявлении армии говорилось, что надо из парламента выбросить всех говнюков, которые против народа, и вообще осуществить чистку парламента. Должна быть свобода вероисповедания, ну и естественно для протестантов, то есть вот для квакеров, для индивидентов и так далее. В ответ на это, значит, армию не мог никак распустить парламент, более того, он от нее зависел, да, он ее боялся. Но в Лондоне у них там были какие-то свои сторонники. В конце июля в Лондоне устроили переворот, из парламента бежали как раз вот самые левые. То есть левое крыло парламента вычистили. Там остались только вот умеренные либералы, вот эти самые пресветряне. Эти самые левые побежали из парламента в армию. 6 августа армия оккупировала Лондон, вернула всех левых в парламент, и некоторых особо правых дала им пизды, такое, что они из парламента бежали. То есть частично они парламент подчистили, но не до конца, потом его еще будет чистить Кромбель. Но вот эти события показали, да, что уже, значит, вот этот вот консенсус отсутствует на том, что вот действующий состав парламента выражает интересы народа, а армия будет вмешиваться. Ну вот оккупировав Лондон, они начали долго болтать, потому что в армии тоже были разные социальные группы, религиозные, и не могли ничего прийти. Начали болтать, что же им делать, и что они вообще, говоря, хотят. Король вел с ними себя нагло. Он сказал, что вы без меня ничего не значите, и валите все нахер. Король вел уже переговоры с шотландцами, и по всей стране готовил новое восстание. То есть правые, видя, что вот у левых такие сильные разногласия, вплоть до чуть ли не гражданской войны между ними, они решили сделать реванш, и король готовил, на самом деле, опять очередной мятеж правой. В принципе, королю армия предлагала, что парламент будет 10 лет контролировать вооруженные силы, но это и парламент требовал. То есть какое-то время они будут контролировать армию, так как армия только что воевала против парламента. Избирать парламент каждые два года, они предлагали королю, восстановить англиканскую церковь, но разрешить все прочие направления. То есть армия на тот момент выступала за свободу совести, то есть восстановить англикан, разрешить пресвятриан и разрешить индепендентов, то есть самых левых протестантов радикальных. А парламент выступал за то, чтобы ввести пресвятрианство везде, принудительно. То есть запретить и англикан, и католиков, и всех других протестантов, кроме пресвятрианства. Вот это все предложили королю. Король их с ним вел в себя высокомерно и ничего этого вообще не признавал, вообще всех посылал нахер и собирался вернуть абсолютную власть короля. В Патни, где был штаб армии, начались так называемые дебаты в Патни. То есть где штаб армии, там собрались все политические агитаторы и вели бурные дискуссии, а что же мы требуем вообще от парламента. Фактически армия, то есть страну контролирует, но сами не понимают, что хотят. Туда явилась большая шарага ультралевых, то есть ливеллеров. Вот ливеллеры самое левое крыло. Лидер Джон Лильберн и там еще много всяких. Значит, чего требовали ливеллеры? Полную свободу совести. Значит, никакого там насаждения пресвятрианства или какого-либо другого направления протестантизма. Ну, католицизм все равно под запретом это вообще предполагается. То есть свободу совести для протестантов имеется в виду, для христиан и для протестантов. Ни ислам, ни иудаизм вообще всех выгнали давно евреев. Никаких других лигий не предполагается. Только вот свобода для протестантов, в том числе и для кайных. Кроме того, ультралевые заявляли, что дословно вся власть изначально и по существу находится во всем народе. То есть они выдвинули идею суверенитета народа впервые. О том, что вообще власть по природе принадлежит не королю, а всему населению, включая всех бедных. Там всевозможные речи о трудящихся уже начались. То есть, включая весь трудовой народ Англии, вот им должна принадлежать власть, а не королю. Вот эту принципиальную идею выдвинули на самом деле левые круги английской революции, а не основное направление. Основное направление считало, что нужно соглашение с королем достигнуть, чтобы парламент правил, но король числился. Ну, то, что в Англии потом и было. Дальше, значит, левелеры требовали полного избирательного права, то есть по действующему праву беднейшие слои населения не голосовали. Или там неравное было. То есть вот левелеры требовали один человек, один голос. То есть вот это всеобщее, равное, прямое и тайное голосование. То есть всеобщее избирательное право на равных условиях, в том числе всех бедных, необразованных, всех, чтобы все голосовали, все там лакеи, слуги, все крепостные, там крепостных уже не было, ну, арендаторы, короче. Вот это вот все. Вот, это, в общем, основные их были требования. Кроме того, лордов вообще нахер не надо, короля тем более. Значит, должны стороной править только палата общин, то есть выбираемый по мажоритарной системе парламент на основе всеобщего голосования. Каждые два года его нужно перевыбирать. То есть они были республиканцы, причем такие радикальные, уравнительные. Поэтому называли ливеллеры этот уравнительный. Кроме того, ливеллеры рассказывали, что есть врожденные права. Допустим, свобода совести это врожденное право англичан и равенство перед законом врожденные права. То есть впервые у ливеллеров также появляется понятие врожденных прав человека, о котором потом очень много будут говорить. Ну и, в принципе, вот весь комплекс, который потом подробно разработают французские просветители и революционеры, он уже есть. Уже у Литберна в зачатке. Они не поясняли это подробно и они это мотивировали религиозно. То есть почему, естественно, французские просветители более развитые учения о правах человека, потому что оно отделено у них от религии. Они были деисты или атеисты. Оно у них светское. А у этих было еще религиозное, но все учения присутствуют. То есть власть принадлежит народу по природе, а не лордам и не королю тем более. И у человека есть неотъемлемые права человека, включающие свободу совести, равенство перед законом и так далее. То есть, в принципе, программа сформулирована. Вот эту всю программу к октябрю 1947 года, то есть весь 1947 год продолжаются эти митинги. К октябрю они всю программу эту собрали, написали так называемое народное соглашение. И эту программу там их сторонники носили прямо на шляпах. Типа вот за это и сражаемся. Основная, в общем, группировка армии, Айртон, это родственники Кромвеля и Кромвель. Они, в принципе, и не против были, но они хотели это все ограничить, допустим, чтобы не весь народ голосовал, а только собственники, у которых есть постоянная какая-то недвижимость, допустим. То есть, в принципе, они тоже были достаточно радикальны, но считали, что Ливери чересчур радикальны. И в целом они, вот эти все длительные споры в армии, закончились тем, что за основу приняли программу левых, но с некоторыми поправками в сторону правых. То есть, несколько более умеренную программу, чем Лильберн. В целом на ней согласились. Тем временем уже был ноябрь месяц, и кризис уже месяцев 10 продолжался. И 11 ноября бежал король Карл в них, который начал новую гражданскую войну. В армии на бегство короля ответили очередным митингом. Потом, где-то тогда 15 ноября продолжались митинги. Прибыл Кромвель, который, значит, все там, всех построил и всех подавил. 15 ноября Феркфакс и Кромвель, руководство армии, решило, что хватит митингов. Построили их там всех рядами. Кромвель ездил вдоль рядов и срывал со шляп солдат вот это самое народное соглашение, то есть программу левую. Типа, хватит уже, ребята намитинговались. Один там что-то повозникало, его расстреляли. То есть, ну, от 15 ноября примерно вот это все кончилось. Потому что уже вторая гражданская война начиналась, и все эти митинги сам же Кромвель прекратил, который руководил армией. В декабре 1647 года король заключил соглашение с Шотландией, где сказал, что в Шотландии он не будет никаких реформ в церкви осуществлять, признает там Пресвитрианскую церковь, не будет туда епископов назначать. А шотландцы его за это помогут ему. То есть, он все еще числился королем и Англии, и Шотландии, хотя реально он, конечно, там с трудом собирал каких-то сторонников. Весной 1648 года начались восстания сторонников короля, и в Шотландии, которая теперь поддерживала короля, они начали собирать армию для наступления на Англию. А левых, получается, сам же Кромвель и подавил. Однако программа левых была сформулирована, и на самом деле вот именно та программа, которую сформулируют, она будет даже в основе международного права. На самом деле, вот сейчас все декларации прав человека ООН написаны по идеям Лильберна. То есть, Кромвель подавил свое же будущее. Потому что в 20 веке именно идеи левого крыла английской революции полностью господствуют, считаются вообще нормальными и самоочевидными. Что власть принадлежит народу, вроде как, везде написано, только не везде получается. В Неаполе восстание. Италия в тылу 30-летней войны, то есть непосредственно там не разрушают городов, как Германия, но все равно страдает. И нужно упомянуть восстание Мазаньелло. Вот в тылу испанцев. Италия почти вся оккупирована Испанией. Произошло восстание. Разбили испанские отряды всевозможные и австрийские. Был лидер Мазаньелло, которого 16 июля убили. Однако восстание продолжилось и провозглашена была республика. При этом и республику провозгласили, и всех дворян тоже отменили все феодальные повинности. Начали конфисковывать дворянские земли. То есть, аналогичная практически революция, как в Англии, но она была подавлена. Но то, что даже в Италии все это происходило, говорит о том, что в целом идеи были подходящие к этому времени. В Голландии тоже республика. То есть, могли быть реализованы, и подобные восстания уже вспыхивали по всей Европе. То есть, все это было вполне, в общем-то, реально. Умер в этом году Евангелиста Тричелли, о нем надо поговорить. Это ближайший ученик Галилея. То есть, хотя вот церковь католическая все усилия предпринимала, чтобы науки никакой в Италии не было, какая-то оставалась, просто потому что маховик был большой, еще с 15 века раскрутили в период Возрождения. Там просто трудно было это остановить. Но они остановили, да, то есть, они угробят в течение 17 века. Католическая церковь уничтожит науку Италии. Вся наука переедет в Англию. Ну вот, и последний еще там есть ученые. Тричелли чем известен? Что он открыл атмосферное давление. Он писал еще много работ по математике. Там он открыл метод неделимых, открыл точку Тричелли. Это точка треугольника, сумма расстояния, от которых до вершин треугольника наименьшая. Он работал, развивал идеи Галилея, своего учителя, о движении свободно падающих и брошенных тяжелых тел. Это они в основном изучали. Вот он как раз разработал принцип центра тяжести Тричелли. Но больше он известен в следующей истории. Аристотель считал, что вода поднимается за поршнем насоса, потому что природа не терпит пустоты. Во Флоренции, решая практические задачи, делая фонтаны, они обнаружили, что дальше 34 футов вода не поднимается. И спросили у Галилея, почему так. Галилей сказал, что, наверное, природа перестает бояться пустоты, на высоте 34 метра. То есть, короче, прикололся над Аристотелем. В Аристотеле они тогда уже не верили. И вообще, это уже научный метод. Они вообще ни во что не верили, что экспериментами не подтверждается. Поставил Аристотель Тричелли поставить эксперименты и разобраться, в чем вообще причина. И был еще его друг Вивиани. Вот они, Тричелли и Вивиани, решили, что высота поднятия жидкости за поршнем насоса тем меньше, чем больше плотность жидкости. Например, если ртуть плотнее воды в 13 раз, то значит высота ее поднятия будет во столько же раз меньше. После чего они приступили к экспериментам, в процессе которых Тричелли пришел к выводу, что ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд, потому что на нее давит атмосферный воздух. И у него получилось, что воздух имеет вес. Это отрицал Аристотель. То есть, Аристотель считал, что воздух пустой. У него нет веса. И у него получается, что он нигде и не кончается. Потому что все планеты в пустоте в этой самой плавают. А то, что у воздуха есть вес, это открыл Тричелли экспериментально. И в это даже никто не верил. Потому что это считалось абсурдным. Ну, естественно, то, что там газ в воздухе, по типу кислорода и прочего, гликислового газа, это уже потом откроют в 18 веке. Ну, также он работал по гидравлике, где он открыл формулу Тричелли. Ну, и в целом он еще и оптикой занимался. Тричелли довольно известен. Микроскопы он делал, телескопы развивал. Вот эти все идеи Галилея по поводу телескопов. Так что, в общем, он достойно продолжил своего учителя. В Москве вышла вторая книга. То есть, как я говорил, первая книга в Москве была учебник церковнославянского. А вторая книга, это они перевели голландский трактат по военному делу. Называлось «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Это адаптированный перевод капитана голландской армии Ягана Якоби фон Вальхаузена, который представляет собой именно воинский устав и одновременно руководство по военному делу. То есть, вторая книга в Москве была про войну. Ну, вот с чем это было связано? Единственная техника, которую в Москве вводили европейская, это была военная. Как я уже говорил, они пригласили специалистов как раз из Голландии и Швеции, которые там обучали солдаты. Видимо, эти голландцы им посоветовали перевести вот этот хороший устав военный, где также излагаются приемы работы с мушкетом и так далее. И поэтому московицы решили все-таки еще одну книгу выпустить, вторую, которая будет про войну. Выпустили тиражом 1200 экземпляров. Вроде как практически ничего не продали, но и передали их в армию. То есть, их и не для продажи выпускали, а для армии. Это большая довольно книга, и потратились по тем временам они много. Но вот хотели, видимо, все-таки армию сделать, как в Европе. Там она довольно подробная. Там, помимо воинского устава, подробно излагаются всякие приемы владения мушкетами, пиками. Ну, она сложная. То есть, допустим, заряжание мушкета 42 приема. Понятно, что никакой солдат 42 приема не запомнит. Подготовка к выстрелу 57 приемов. Ну, то есть там очень тщательно изложили все голландцы. Понятно, что в военных условиях так вот сложно ничего не делать. Там много всяких, 143 этих самых приема с мушкетом, там, что с ним можно делать и так далее. 32 рисунка, 67 фигур. Естественно, никакие рисунки московито делать не умели. Все рисунки они заказали просто за границей. Ну, в общем-то, и все. Они в введении к этой книге обещали, что еще сделают про конницу, про артиллерию и так далее. Пять книг еще, шесть книг, даже восемь. Вот. Восемь книг обещали выпустить. Про артиллерию, про корабли, про все военное дело. Но ни одно не выпустили. Вот только первые выпустили про пехоту. И известно, что она действительно применялась в войсках, они пытались по этой книге войска обучать. Продолжение следует...